Детство мое в Магадане осталось. Это название выставки, посетив которую магаданцы и гости нашего города имеют возможность окунуться в атмосферу советского детского прошлого. Кто-то из старшего поколения увидит здесь очень знакомые предметы, которыми пользовались свое время. Итак, стараниями сотрудников музейного комплекса города Магадана на выставке показана часть комнаты, глядя на которую мы можем представить мальчика, школьника и его младшую сестру. Конечно же, школьник тех лет, как и ученик сегодняшнего дня, делал уроки, то есть сидел за письменным столом, выполняя домашние задания. Стол. Не раз на нем скапливались стопки тетради и книг. Сегодня на нем лежат тетрадь, а также дневник, хранящий записи и оценки ученика прошлого столетия. Это сейчас многие родители через смартфон или компьютер могут проверить успеваемость своего чада благодаря электронному дневнику. Раньше каждый ребенок лично протягивал дневник своей матери или отцу в ожидании похвалы или беседы на тему, когда исправишь оценку. Почему-то вспомнилась картина Федора Решетникова «Опять двойка». Да, разные ученики учились по-разному, кто-то радуя, а кто-то и огорчая своих близких. У стены на столе установлен электрофон концертный. Такие модели выпускались в СССР в конце 60-х, середине 70-х годов и часто использовались в школах для прослушивания виниловых пластинок в учебных целях. Дома же на них слушали музыкальные произведения и сказки. Несколько пластинок стоят на полке вместе с книгами. Здесь же на полке можно увидеть старый глобус и услышать тиканье будильника, который каждое утро своим звонком будил заспанного ученика. За стулом на ковре ждут своего часа гантели. Ну, какое утро без зарядки? Наш воображаемый герой, конечно же занимается спортом. Смотрите, рядом с гантелями лежит видавший виды баскетбольный мяч, а на верхней полке мы можем увидеть спортивный кубок. Говоря о школьнике, конечно же нельзя не сказать несколько слов и о школьной форме тех лет. Обратите на нее свое внимание. Темно-синие брюки, белая рубашка, пиджак и галстук. Галстук необычный, а пионерский. Красный галстук был обязательным атрибутом пионерской формы. Он символизировал частицу знамени пионерской организации. Носить пионерский галстук было честью, которую еще следовало заслужить. Каждый пионер должен был уметь завязывать пионерский галстук особым узлом. И если вы обратите свой взор на импровизированный уголок пионерской комнаты, то на одной из полок вы найдете подсказку, как правильно завязывать пионерский галстук. И здесь же, на красном полотне, можно увидеть и пионерский значок. Пионер значит первый. Первый в учебе и труде. Пионер ребятам пример. Прилежный ученик готовый прийти на помощь товарищам. Кстати, о помощи. Посильную помощь ученики оказывали государству. В те годы она выражалась, к примеру, в виде сбора макулатуры и металлолома. Нынешние ученики, наверное, удивятся, но из собранного школьниками Советского Союза вторсырья изготавливались станки и даже локомотивы. Так что переработка макулатуры или различных металлов – это не изобретение 21 века. К вторичному использованию сырья люди пришли давно. И, конечно, сбор вторсырья служил делу сохранения окружающей среды. Ведь стараниями школьников прошлых лет улицы городов становились чище. Впрочем, как и сегодня, благодаря активистам экологического движения собираются промышленные отходы и сдаются в переработку. А также ведется работа по сохранению природы и воспитанию юных любителей природы. А первая детская станция любителей природы была открыта еще в 1918 году в Советском Союзе. На этих станциях юные натуралисты, так называемые юнаты, изучали биологию и другие естественные науки, осваивали общественно-полезный сельскохозяйственный труд и, конечно, организовывали и проводили мероприятия по охране природы. На специальном выставочном постаменте представлены пособия для юных натуралистов. Здесь и гербарии для изучения различной растительности, а также энтомологическая коллекция, собрания насекомых, отобранных по определенным признакам, засушенных и наколотых энтомологической булавкой, хранящиеся в специальных коробках. Здесь же мы видим и чучело чайте. Нет, птицу никто не убивал, уже погибшую, ее подобрали и изготовили наглядное пособие. И теперь у вас есть возможность близко рассмотреть ее внешний вид, оценить размеры и окрас перьев. Также на одной из стен павильона висит карта. Но эта карта не совсем обычная, это карта заповедной России. Во все времена детвора была любознательна и активна. Она училась и отдыхала, ну а как же. Игры, различные хобби, кружки и творческие мастерские, это также важны составляющие детских интересов. Вы, наверное, уже заметили красные вымпелы на стене, а на них немалое количество разных значков. Многие школьники, да и взрослые, увлекались и увлекаются подобным коллекционированием, фалеристикой. А еще есть филателисты, увлеченные собирательством марк. Значки, марки, игра в шахматы, это все же серьезное увлечение. Детвора же помладше просто играла в игрушки. Игрушки были разные, к примеру, деревянные кубики, пластмассовые куклы, для которых выпускались кукольные детские коляски и кукольная посуда. Различные виды игр и игрушек можно увидеть на полках нашего выставочного павильона. Старые игры отличаются от современных, но в них есть своя прелесть. Также на полке детской комнаты стоит загадочный для многих ребят аппарат. Это фильмоскоп. Специальный прибор, позволяющий смотреть диафильмы. Для тех, кто не знает, поясню. Диафильм – это расположенные в определенной последовательности цветные или черно-белые изображения на автопленке. Обычно это были сказки, которые не просто смотрели, а читали, ведь под каждой картинкой располагались титры. Изображение проецировалось на белую простынь, служившей экраном. Таким образом, вечером или же днем, но при закрытых шторами окнах, проходили домашние просмотры диафильмов. Позже на смену фильмоскопам и диапроекторам пришли видеомагнитофоны и более современная техника. Но это уже другая история. Спасибо за внимание.